Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал на Финам. Сфэм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сейчас время сухого остатка. 18.04 в Москве. И как всегда в это время мы говорим о ситуации на финансовых площадках. Что происходит, что происходило, что будет происходить. Чем сердце успокоится. В костях сегодня Иван Кабулаев, управляющий директор Инвест-кафе. Добрый вечер, Вань. Добрый вечер. И Александр Лапутин, директор, руководитель направления персональной брокерской обслуживания брокерского дома-открытия. Добрый вечер, Саша. Приветствую. Что-то изменилось у тебя в названии? Директор, руководитель направления? Нет, все нормально. Просто ты еще забыл и структурные продукты. А, я не забыл, я так написал. Извини, пожалуйста. И структурные продукты. В конце я добавил. И структурные продукты. Итак, тема нашей сегодняшней беседы. Ну, традиционная, ежедневная. Собственно, что происходит на рынках. Готовы ли инвесторы к активным покупкам, к новым активным покупкам? Или, если глядеть на сегодняшнюю динамику, на самом деле, может быть, что-то другое у них в головах? Узнаем об этом чуть позже. Сейчас первое, что я хотел бы напомнить, это телефон прямого эфира. 651099,6. Код Москвы 495. Также адрес сайта финам.фм. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте вопросы. Ну, и традиционно посмотрим 18.05 в Москве, что происходит на мировых площадках в это время. Картина маслом выглядит следующим образом. Ну, да, такая вялая динамика сегодня. Говорите, если о наших индикаторах. РТС вырос на 3, на этот момент, по крайней мере, на 0,03%. ММВБ чуть больше на 0,1%. Ну, рубль сегодня все-таки немножко подсдал. Значит, РТС 1613, ММВБ 1538, текущая котировка. Футси 100 и британский также вяло-вяло вырос сегодня, чуть ниже половины процента. Надо, наверное, да, отметить, что вчера и S&P 500, и Dow Jones несколько присели от своих максимумов. Посмотрим, что здесь будет через полчаса, когда откроются американские площадки. И далее сырьевые рынки Форекс. Нефть бренд выше 115 долларов держится. Уверенно золото продолжает штормить. Ну, внутри дня, по крайней мере, 1683 уже сейчас против 1665, по-моему, там, часом-двумя назад. И валютный рынок 1,35 также не дает пока покоя евро-доллару. Он держится выше 1,35-23 у текущей котировки. Собственно, откорректировался он сегодня чуть ниже. Сейчас растет. Набор голубых фишек сегодня преимущественно зеленый, но так тоже вяло-зеленый. В числе лидеров роста 1,5% Аэрофлот сделал сегодня на ЛМК. Чуть больше процента. Ну и полпроцента Сбер, если вообще можно об этом говорить. Ну, хотя после его штурма 110 рублей, наверное... Сбер — это ничто. Это ничто, да. Это кто? Так, «Газпром» уже становится неприличным, да, употреблять. Хотя нет, шучу я, конечно. «Газпром» — это наше все. И сейчас мы видим... Он уверенно, по крайней мере... Стремитель подешевершен. Выше 140 рублей стоит, нормально. Держится, держится. Ну что ж, вот такова картина маслом. Собственно, начинаем разговор. Итак, текущая ситуация на финансовых площадках. Что она вообще на... Вам давай, Вань, давай с тебя начнем. Что она вам навевает? Какие мысли? Что надо делать-то сейчас? Покупать, продавать, бежать куда-то, затариваться чем-то другим? Я, как традиционно, очень позитивно на рынок смотрю. Мне кажется, надо покупать. Сейчас, по некоторой статистике, 90% новых денег идут в долговые рынки. Только 10% денег идут в рынки equity и маркетинга. Поэтому, ну, то есть, рано или поздно это изменится. И сейчас нужно как раз покупать, пока все дешево. Тем более, такие рынки, как Россия, которые стремительно перепродались в прошлом году, плохая динамика, инвесторы боятся всего. Ну, то есть, Россия сейчас не модная штука. Вот, когда мода изменится, мы будем точно в лидерах роста. Мода на Россию. Да. Появится, Саш, мода на Россию. Когда появится мода на Россию? Ну, когда появится мода на Россию? Если бы знать. Не знаю, когда появится мода на Россию. На самом деле, я более осторожно сейчас смотрю на рынок, если говорить относительно того, что вырастет или не вырастет. Вот, краткосрочный, как спекулянт, ну, что там думать? Тренд по-любому растущий, слома нету. Вот, если уж у всех анализов, там есть небольшие дивергенции, да, там, на индексах и так далее. Но, в принципе, рынок довольно сильно стоит. И сейчас играть, там, как бы шартить против ветра, наверное, не стоит. В краткосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе я по-прежнему думаю, что в первом полугодии мы можем увидеть, скажем так, какую-то коррекцию или даже сылов. Другой вопрос, что сложно сказать, откуда он будет начинаться. От этих уровней. Или мы еще процентов на 10 подрастем, а потом оттуда будем падать, да? Это сложно сказать. Но, что касается, например, людей, которые хотят сформировать реально длинный портфель, их немного, да? Я бы сейчас поосторожничал. Я бы сейчас вплоть до того, что пересидел бы квартальчик в депозите, не знаю, пусть даже по 3%, неважно что. То есть, думаю, что дадут купить лучше. Также, вот, ну, опять же, что происходит? Шартов на рынке не то, чтобы катастрофически много. Скажем так, да, там, вот бывает, что там экстремальное количество шартов на рынке, и все, это, как бы, следующие там 2-3 дня, это вынос шартов, и дальше это уже совершенно точно, совершенно определенный поход вниз. Пока такого нет, да? Пока сейчас люди играют в спокойные вещи, то есть, как бы то ни показалось странным, Сбербанк, спокойный с точки зрения чего. Ну, Сбербанк там, он столько же стоил, когда у него прибыль чистая была, там, почти втрое меньше, да? Вот, сильный банк, фундаментально сильный, то есть, ну, очевидно. Вот, тем более на сильном рубле, кроме того, соответственно, покупают хорошие, сильные бумаги. Народ играет в дивидендные истории, в том числе в неликвидные, в относительно неликвидные. Ну, тоже, как бы, дивидендные истории продолжаются. Они начинаются в декабре и более-менее продолжаются. Вот, и если уж говорить про, там, может быть, причины такой динамики и так далее, посмотрите, вот была коррекция в нефти, чтобы не собрать один или два дня, да? Вот, там, сегодняшняя свечка, мы, фактически, вышли туда, где эта коррекция началась. То есть, коммодити стоят относительно сильно, да? Не то, чтобы нефть сильно растет, а потихонечку подползает, да? То есть, такая слабо-слабо-позитивная динамика. Соответственно, наш рубль уже, там, в районе 30 и ниже заходил относительно доллара, да? Доллар под давление, в принципе, везде. Вот, и такая вот локальная ситуация, волатильности низкие, если мы говорим, там, ВИКС, российский ВИКС и так далее. Вот, то есть, на рынке спокойно, я бы так сказал, да? Вот, пока спокойно, кто много заработал, рекомендую взять прибыль. Кто зашел не так давно, рекомендую сидеть, ну, единственное, там, сидеть, там, со стопами, с какими-то, с, ну, не с какими-то, там, совершенно, там, определенными стопами, там, не более процентов, там, 4-5, да? Вот, и надеяться на то, что, действительно, как бы, коррекция, майская коррекция начнется не как, там, в прошлом году, в конце марта, да? Все-таки ближе к маю. Майская коррекция будет вовремя. Да, будет вовремя, надеюсь. Вот, я, да, я хотел бы сакцентировать внимание на твоей фразе, что, вот, первые полгода, да, ну, там, первый-второй квартал, вот, мы можем, ну, и продолжить, а потом, значит, то, что потом. Оно с чем связано? С сезонностью какой-то? Или просто есть некие фундаментальные факторы, которые... Оно связано, во-первых, конечно, с сезонностью, ну, не то, что, во-первых, с сезонностью, но все-таки мы очень часто падали в первом полугодии, и, ну, действительно, есть на то предпосылки. В том плане, что народ из дивидендов бумаг, может быть, начинает выходить, да? Сейлон Мэйн Гоуэй не просто так придумали, действительно, вот, статистика. Плюс к тому, ну, все-таки, довольно много нерешенных проблем, там, начинает Европа, заканчивая Штатами, вот, и в Штатах, если не ошибаюсь, проблема госдолга перенесена, ой, не совраби, на апрель или на май, ну, там, дедлайн где-то туда, да? Вот, поэтому, ну, вполне можно ожидать, плюс, если продолжится такая динамика, все-таки, ну, не можем мы расти, как в 2006 году, какая-то разрядка для рынка хотя бы даже техническая и нужна, там. Повод, какой ее спровоцирует, посмотрим, повод найдется, да? Вот, но я, по крайней мере, думаю, что всплывут какие-то, вот, какие-то негативные вещи. Это будет не разворот в плане, там, еще два года вниз, а это будет скорее коррекция. Два года вниз, это же неприлично. Ну, да. Валь, смотри-ка, ну, собственно, ты как оптимизм, вот оптимизма хватит тебе на полгода, или он иссякнет раньше у тебя? Ну, на полгода точно хватит. Правильно, да? Вот Саша предложил полгода домой эту. Ну, смотрите, сейчас ставки очень низкие, действительно, переслеживать под 3%, но это надо иметь очень стабильную нервную систему, чтобы понимать, что транзакционные издержки съедают всю доходность. Ну, там, грубо говоря, стоимость конверсии из одной валюты в другую валюту, сопоставимость той доходности, которую за год дает, там, относительно надежная валюта. Франк, вообще, по нему отрицательные ставки. По доллару ставки краткосрочные, они около нуля. То есть многие банки дают ровно ноль на, там, срок меньше месяца. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, самое время покупать, вот именно сейчас. Ну, это такой оптимизм, оговорюсь, что это оптимизм с расчетом на горизонт больше года. То есть это не идея купить час, а продать через 3 месяца или через 4 месяца. Да, очевидно, что традиционная майская коррекция, она, как бы, никуда не девается. Действительно, она там из года в год повторяется. Это отличная возможность купить в июне и продать в августе, грубо говоря. Вот, но, то есть, идея все-таки в том, что я очень позитивно смотрю на рынок капитала. Ну, это здорово. Нет, ну, идея радует, что ты вообще очень позитивно смотришь на рынки. Да, но при этом нельзя все покупать, все подряд грести. Вот, вот, хотелось бы, да, сейчас об этом поговорить. Ну, мы поговорим об этом, а сейчас послушаем новости на Финам.фм, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Иван Кабулаев, управляющий директором Весткафе, и Александр Лапутин, директор, руководитель направления персональной брокерной обслуживания брокерского дома открытия. И что я там забыл добавить? И структурные продукты. И структурные продукты. Я допишу. И структурные продукты. Ну что ж, рассуждаем о том, что происходит в моменте на финансовых рынках, надо ли покупать, надо ли продавать, надо ли высиживать вне рынка, на заборе, что называется. Вот, собственно, у нас сегодня такая оптимистичная, на самом деле, настрой. Мне это очень нравится. И Ваня, не далее, как несколько минут назад, призывал всех к активным покупкам. Но, но, и сам же ты сказал, но. Но это не значит, что надо грести лопатой. Конечно, надо покупать то, что выгодно. Избирательно. Вот давай немножко поизбираем, что бы ты прежде всего рекомендовал сейчас. Я бы ориентировался, я абсолютно поддерживаю коллегу, что ориентироваться на дивидендные истории, это хорошая мысль. Это номер один, да? Да, ну, как бы у нас много на рынке есть акций обыкновенных, по которым дивидендная доходность выше, чем по облигациям этого же имитента. Ну, то есть, покупая акцию, получаешь дивидендную доходность, плюс бесплатную акцию самовыкоданную. Плюс еще часть предприятия, да? Плюс еще часть предприятия, да. И право ходить на общее собрание акционеров. Вот. В отдельных случаях бесценное право. Могут и не пустить. Опять-таки, есть, ну, грубо говоря, если банковскую систему взять, там есть банки дешевые, есть дорогие, да? Упомянутый Сбербанк действительно хороший банк, но он, во-первых, в последнее время неплохо вырос. Во-вторых, при этом у нее не так радикально улучшилась ситуация. А, во-вторых, другие банки, многие из которых не в худшем состоянии, они сильно подешевели. Ну, грубо говоря, мой любимый пример – ВТБ. Чем дешевле ВТБ, тем выгоднее его покупать. Рано или поздно в нем ситуация все равно в банке начнет там радикальным образом улучшаться, и это будет заметной по отчетности. И он, я думаю, что будет точно такой горячей штучкой на российском рынке. Особенно в преддверии СПО, если оно там все-таки состоится. Состоится, да. Так, хорошо, хорошо. Газпром – второй пример. То есть у меня среди моих любимых бумажек самые нелюбимые для рынка бумажки чаще всего. То есть Газпром. Все сейчас активно мочат. Извини, можно предположить, что ты знаешь что-то, что не знает рынок? Нет, просто рынки, они там движимы спекулянтами, движимы короткими идеями. Я фундаментальный инвестор. То есть я покупаю то, в чем есть внутренняя стоимость. Эта стоимость больше, чем стоит сейчас бумажка. Больше, чем цена. Конечно, да. Ну, Газпром с ПИ меньше трех, но это грех не купить. То есть, по крайней мере, он не настолько хуже сопоставимых компаний, которые там есть в других странах или даже в России. Удельно Газпром дешевле, чем практически вся остальная нефтянка и газовая компания в России. Смотри, вот все, что ты назвал, это мы в основном на фишечки смотрим. Есть у тебя какие-то там менее популярные? Второй, третий эшелон. Но это надо иметь тоже определенный склад характера. Это безусловно, да. Чтобы инвестировать в что-то, что совсем не ликвидное. Такие ликвиды, да, чтобы сидеть и искать что-то там. Это должен какой-то вот... А тут скорее не искать. Скорее нужно иметь твердую нервную систему, чтобы в случае, если нету ничего в стакане, нужно вот как бы так сидеть и ждать. И это там цена в этот момент может быть абсолютно любая. То есть это для тех инвесторов, которые ищут вот такие золотые слитки разбросанные по рынку. Самородки. Да, но при этом им не нужна ликвидность какая-то вот в моменте. То есть это для инвесторов, у которых там диапазон сроков инвестиционных такой от года, трех и выше. Хорошо, Саш, давай вернемся к твоей вот интересной истории. За эфиром вы так живо ее обсуждали, потом эфир начался, еще и притихли что-то. Ну, значит, я так понимаю, да, что речь шла о возможной, с твоей точки зрения, через некоторое время перетоке средств, да, с ликвидного рынка долгового, нашего же, да, в некий... Ну, и наш долговой рынок, опять же, если говорить наш долговой рынок, то там тема всем известная, всем понятная. Это ожидание прихода к нам через Евроклир иностранных инвесторов, которые якобы должны влить очень большие деньги в наши облигации. Сейчас какое-то прозвучало недоверие, якобы должны. Не то что, но вот смотрите, с этой точки зрения вот мы прям практически вот этих вот крупных инвесторов, ну, прям не то чтобы прям вот воспринимаемых как детей, да, а как вот они, ну, что-то вам... Они вот сидят-сидят и ждут, когда же откроется окно через Евроклир. Когда уже, да, касса откроется, чтобы уже нести деньги. А я вообще не удивлюсь, что когда откроется, например, Евроклир, да, мы, ну, понятно, там это не будет информации публичной и так далее, что какой-нибудь пимка уже будет стоять в аферах, уже потихонечку продаваться. А сейчас в российских облигациях, ну, опять же, это в том... Российскую облигацию с точки зрения иностранца не надо рассматривать просто как процент. Не забывайте, что иностранцы фондируются в долларах, и это для них в том числе и корритрейт. Поэтому если мы сидим, например, имея десятый там депозит в банке, и мы говорим, что облигация там все, что меньше там 12, это вообще, это недоходная штука, она никому не нужна, да, то иностранные инвесторы крупные, имея фондирование там, не знаю, двухпроцентное, там два годовых в долларах, предполагая, что рубль еще может укрепиться, я не знаю, там процента там, не знаю, на три, на четыре, плюс получить еще и 5 процентов, допустим, доходности. Это ему как сладкий бонус еще, да? Итого платишь, два получаешь, конечно, с риском, но там 7-8, и у тебя, условно говоря, шесть чистыми в кармане. Для иностранного инвестора это великолепный заработок, да, поэтому с одной стороны действительно очень высокие цены, очень низкие доходности сейчас, и сейчас многие компании пользуются этим делом, размещая облигационные займы, фактически привлекая дешевые деньги. Вот, с другой стороны, я бы не переоценивал вот в моменте для рынка значимость вот этой новости. Для рынка, как для развития инфраструктуры российского рынка, это, безусловно, огромный шаг вперед. То есть доступ сюда, да, действительно, но в моменте, я думаю, что все уже к этому готовы. Да, это как на отчетности магнита, да, все, отчетность будет хорошая, 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 отчетность вышла еще лучше, минус 5. Вот, ну, продавая на факте, ничего нового, ничего нового. Все к этому, все затарились, все подготовились. И причем, чтобы не собрать, Credit Suisse или кто-то писал, была такая, по-моему, на прошлой неделе статья, и там даже по-английски было такое слово Bloodbath, то есть кровавая баня. Это был очень сильный сэлов, по-моему, где-то на 0,5-0,6% пролили Россельхозбанк несколько выпусков. То есть это были одни какие-то, какое-то ограниченное количество крупных продавцов, которые в отсутствии покупателей просто продавливали бумагу, да. Понятно, это не начало сэллофа на российских облигациях. Ну, это к тому, что народ уже, как бы, кто захотел зайти, они уже там. Они уже там. Поэтому я бы не думал, что прям вот будет еще какой-то прыжок в стоимости российских облигаций. Скорее нет. Скорее это вот такая апгрейд инфраструктуры, ну, и такое позитивное, что ли, не знаю, ожидание. Что касается облигаций глобальных, особенно долларовых, то есть в еврооблигации я сейчас никому не рекомендовал бы соваться, честно. В российские бумаги, в рублевые, ну, для российского инвестора сейчас облигация не представляет ровным счетом никакого интереса для частного инвестора, ну, если, конечно, меньше миллиарда рублей, а так, в принципе, если больше миллиарда, там 100-200 миллионов рублей в депозит можно закинуть. Да, это ерунда. Вот, да, это ерунда. Вот, ну, я, конечно, утрирую, но я имею в виду, там, деньги, которые делают погоду на рынке, конечно, они, понятно, пойдут в облигации, потому что не каждый банк имеет достаточно надежность. Вот, но, тем не менее, да, то есть ставки высокие, облигации не имеют никакого интереса. В евробандах не рекомендуют туда залазить по одной простой причине. Если действительно будет какое-то ожидание, там, роста ставок или и так далее, да, евробанды полетят в первую голову. Вот, соответственно, будут росты доходности, будет снижение, поэтому можно залезть в такую вот квази-безрисковую вещь, а потом просидеть в ней полгода-год, и хорошо, если с учетом снижения стоимости полученного купона и заплаченной комиссии выйти в ноль, да, то есть а то и угореть на этом еще можно. Ну, то есть с точки зрения риск-дохода не особо. Тем более, там, при такой стоимости рубля, просто вот, имея там 100% активов в рублях, я бы как минимум на треть баксом бы разбавился. Не то, чтобы, там, доллар с плечом, ну, четверть, треть, тихо, спокойно, да, с точки зрения разума, будет, там, не знаю, условно, 28, еще до половины довести, да, там, особо не рискует. А, кстати, это как бы ставка на окончание кэри, грубо говоря. Да, да, да. То есть, по большому счету, когда кэри закончится, конечно же, рубль будет падать. А когда будет исход, а он падает всегда быстро, обратите внимание. Ну, все быстро падают, что-то видите, не только он. Растут медленно. Да, да, да. Ваня, вот по поводу цифры конкретной, да, 28, 29, вот сейчас 30 все-таки, ну, можно говорить, да, если на графике месяц посмотреть, то там шип просто будет, если ниже не пойдем, да, шип. Один маленький нюанс. 28, я назвал эту цифру с потолка, я не думаю, что мы... Увидим, да? Я не надеюсь купить по 29, честно. Я думаю, что все-таки до 29 не дойдет. Ну, конечно, это очень плохо для российской экономики. Ну, кто, не дойдет. Ну, так вот какую циферку-то максимально, да, ниже 30? Я думаю, что около 30 будет болтаться в ближайшее время. Это какая-то такая психологическая отметка, ради которой будут держать. Это раз, а во-вторых, все-таки сейчас фундаментально-то нет особых оснований для роста рубля против доллара, по крайней мере, да. Экономика России, она, в принципе, в хорошем состоянии в целом, но не настолько прям сильно что-то улучшилось, чтобы там рубль так сильно укреплялся. Это я больше тут вижу спекулятивные корни. Как раз керри, да, да, да. То есть дешевое, практически бесплатное фондирование в долларах, а приличные ставки в рублях. Все идут таким образом, кстати, снижая ставки рублевые. То есть аппетит есть к этому, и они таким образом прибивают доходность рублевых инструментов. Хорошо, еще один, Саш, еще один к тебе вопрос. Буквально вы поговорили, да, о интересе к денежному рынку отечественному. Ну и понятно, что до каких-то пор этот интерес продолжится. Потом, наверное, инвестор будет перекладываться по известным причинам. Как ты думаешь, пойдет он, часть этих денег увидим на рынке акций, или он выберет в качестве альтернативы что-то другое? Я, конечно, оптимист. С угрозой он тогда, я, конечно, оптимист. Но, честно говоря, я не думаю, что российские деньги будут определяющими в динамике российского рынка в ближайшее время. Я имею в виду глобальной динамике. Скорее, все-таки 50 на 50, или иностранцы там побольше. А иностранцы из российских облигаций в российские акции не перекладываются. Они или идут в Россию, или не идут. Поэтому я, честно, не особо верю. Я верю в переток, например, между рынком акций глобальным и рынком облигаций глобальным. Глобально, да, действительно, может такое быть. В период дефляции однозначно из облигаций побегут все и будут разгонять комодисы, даже акции и так далее. У нас не верю. Поэтому, скорее, у нас будет снижаться все вместе. Но, если будет снижаться, то и облигации, и акции, скорее всего, будут испытывать отток. У нас не верю, мне понравилось, Саша сказал. Я не знаю, я не верю. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. И сухой остаток на Финам. В гостях сегодня Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе. Александр Лапутин, директор, руководитель направления персональной брокерской обслуживания, брокерского дома открытия и структурные продукты. Инвесторы готовы к активным покупкам? Спрашиваем мы друг друга. Ну и мои уважаемые гости сегодня отвечают однозначно, я так понимаю, на этот вопрос. Да, да, да. Более того, они не имеют в виду каких-то абстрактных инвесторов. Сами они, да, и тот, и другой управляющие. И, соответственно, и своим клиентам, и, собственно, сами, я так понимаю, смотрят вполне оптимистично на отечественный рынок. Но осторожно оптимистично. Это естественно. Ну мы шашками никак не размахивали, да, по крайней мере в сухом остатке. Так, ну давай, тем не менее, вопрос у меня есть, Александр, к тебе. Вопрос Лапутину, так пишет Олег, сколько примерно стоит у вас опцион на фьючерс рубль, трехмесячный колл купить и продать. Если не можете сказать, то какой спред накупить и продать, и какой минимальный объем контрактов на деске опционов по рублю? Ну ладно, ну тогда, как бы, сразу извиняюсь перед теми, кто не в курсе этой терминологии. Не, я переключаюсь на опционный язык. Конкретно, да, конкретно. Да, действительно, прокатировать можем. Другой вопрос, как я понимаю, идет речь о рубль-долларе. Значит, на трехмесячных коллах, потах, в принципе, в стакане можно взять без проблем. Если сайз более или менее большой, ну то есть минимально, мы там от 50 лотов, в принципе, сделаем. Если это нужно, приходите к нам на деск без проблем. Вот, если мы действительно говорим про какие-то неликвидные страйки, то, скорее всего, ну при текущей волатильности спред, ну, если спред в терминах волатильности, он не будет больше одного процента, одного вала, как говорят. Вот, это, ну, это относительно немного. Вот, тем более там волатильность, чтобы не соврать, по-моему, восьмая в валюте сейчас, очень низкая. Вот, поэтому, что купить или продать, а если мы говорим про какую-то закрытую конструкцию, то есть, допустим, колл-спред и так далее, то он будет дешевле, чем просто купить колл и продать тот колл. Собственно, ценность деска и есть в том, что ты не всегда покупаешь один опцион, ты покупаешь опционную конструкцию. Вот, прокатируем, но еще раз говорю, что, в принципе, в трехмесячной они все практически стоят в стакане с достаточной ликвидностью. И сейчас я должен выдержать паузу, внимание, и спросить. Саша, ты сейчас с кем разговариваешь? Это я еще, как бы, кроме одного вала, я ничего не сказал такого специфического. Ну да ладно, все. По крайней мере, я надеюсь, Олег получил ответ на свой вопрос. Давайте продолжим. Итак, в рамке, да, что ли, в перечне ответов на вопросы наших слушателей, я уже задавал вам, так сказать, обнаруживал, есть вопрос по рост нефти, ближайшая перспектива на 2-3 месяца, вот пишет слушатель. Есть вопрос по рынку нефти и по золоту. С чего мы начнем и кто чего? Ваня, давай. Порость нефти у меня рекомендации держать, она очень хорошо выросла. В принципе, хорошая компания, хорошая бумага, но это, наверное, для тех, кто вот, ну, прям совсем что-то ищет, какие-то прям совсем голубые-голубые фишки. Ну, то есть это точно не самая дешевая российская компания, но одна из самых хороших. Нефть, хочется спросить, с какой целью интересуетесь? То есть, если имеется в виду на срочном рынке поиграть, то, наверное, я бы, ну, поостерег сейчас каких-то активных действий. Я думаю, что, ну, как бы самое неприятное для срочного рынка будет стабильно все. Вот, вряд ли будут какие-то серьезные изменения. С точки зрения глобального спроса предложения на нефть, мало что меняется. Ну, пока войн, к счастью, никаких не предвидится в обозримом будущем, я надеюсь. Вот, а спекулянты, они, то есть для них изменения ставок в обозримом будущем не ожидается. Ну, это понятно. Ну, вот чуть выше фраза звучала, да, сейчас все рынок нефти, это такой вяло-вяло поступательный восходящий тренд. Вот на сколько он продолжится, на твой взгляд? 115, ну, там сделали там чуть выше уже. Ну, я думаю, что это около вот этих... То есть это уже хаи, да? Да, да, да. Ну, это вот, скорее, не хаи, это где-то плюс-минус справедливо. Вот столько, сколько нефти должна вот сейчас в моменте стоить. Без структурных изменений в глобальной мировой экономике вряд ли что-то изменится. Ты как на нефть смотришь? Ну, нефть, в принципе, я смотрю, ну, более или менее позитивно с точки... Опять же, здесь мы должны разделять два вопроса, да? Первый, как смотришь на нефть, и второе, что рекомендуешь делать? Смотрю более-менее позитивно, а вот покупать сейчас особо не рекомендую, потому что технически, насколько я помню, график там, ну, входа я, честно говоря, не вижу, а фундаментально апсайд относительно небольшой. Здесь я согласен, что, ну, там, если брать фундаментально, более-менее, да, ну, не 130 там таргет, да, там, ну, где-то, наверное, плюс-минус, там, 110-115, и вокруг вот этой какой-то средней с перекупленностью, перепроданностью, как обычно у нас рынок ходит более-менее там, ну, то сильнее, то слабее волатильность, но вокруг какой-то средней. Апсайд относительно небольшой, да, поэтому, ну, а риски, риски там есть какой-нибудь, не знаю, кто-то захочет выйти, там, будет коррекция небольшая. То есть залазить туда не рекомендовал бы, по крайней мере, на коротке, квартал-полтора. Золото, скажем так, long-term, strong buy. Давай, хватит уже ругаться, ты в эфире, ты целый вечер здесь ругаешь, по-русски давай разговаривай. На срок, скажем так, год-полтора и так далее, я думаю, что мы, золото, золото, это одна из лучших идей, тем более золото можно покупать, например, через, не только просто через фьючерсы, но и, например, через структурные продукты, где будет потенциальный убыток равен примерно нулю, да, то есть можно во что-то вложиться и не, в случае, если не прав, не потерять. Вот, а что касается краткосрочного периода, опять же, золото сейчас фактически стоит на месте, с плюс-минус, сколько оно там, 30 долларов, 50. Ну, 20, да, уже 60-80. Вот, я бы все-таки, я бы предположил, что может быть какой-то прыжок такой наверх, но относительно небольшой, в 100 долларов отсюда даже, ну, вот. Если было бы 100 долларов, с удовольствием бы вышел. То есть так вот, слабо позитивненько, но еще раз говорю, что сейчас такой же момент, когда уже выросли, а апсайд относительно небольшой по текущим ситуациям. Если мы там про Роснефть говорим, я немножко более пессимистичный. Да, компания хорошая, да, действительно дорогая. Упадет или нет, не факт, что упадет. Вот, можно предложить клиентам, которые все-таки хотят что-нибудь с Роснефтью сделать. Вот есть такое необъяснимое желание. Хочу что-нибудь с ней сделать. А почему? А, не знаю, хочу. Вот, можно порекомендовать спред по продажу шорт Роснефти, покупка Лукойла. Этот спред, если просто нарисовать график этого спреда, он довольно хорошо скорректировался, когда Роснефть росла сильно быстрее, чем Лукойл. И вот сейчас есть возможность какой-то нормализации вот этого спреда, чтобы он более-менее вернулся к своим средним. И, ну, тут можно рассчитывать, там, не знаю, за месяц-полтора заработать там процентов 5, плюс-минус, но вряд ли больше. Да, то есть в процентах годовых это будет все равно нормально, но там 3-5 процентов в абсолюте снять, я думаю, вполне реально, больше вряд ли. Ну, вот как-то так. А так сидеть инвестором, ну, в Роснефте сидеть только инвестором. Сейчас, ну, есть вариант, что в случае чего она полетит вместе с рынком. То есть, такого, что срокбай вряд ли. Про нефтянку есть еще долгоиграющий очень фактор для тех, кто вдруг, если заходит надолго на рынок. Там есть, конечно, навес вот этой сланцевой вялотекущей революции. Вот, и в очень долгосрочном периоде, там, 10 лет явно будут вот те структурные изменения и спроса, и предложения, и поставок, и цены на отдельных рынках. Поэтому, ну, с нефтью надо очень все аккуратно. То есть, если есть какие-то там, ну, то есть вот особенно с дорогими бумажками, которые по фундаментальному анализу дорогие. Ну, смотри, я учитываю то, что, как бы, слушание не расшифровывает по поводу того, да, спекулирует он нефтью или какие-то другие у него по этому поводу мысли. Я бы, вот, в какую сторону повернул. Корреляция стоимости нефтяных контрактов и нашего любимого рынка, она продолжает, она существует все еще. Да, нефть дорожает, условно, рубль дорожает, рынок российской террасы растет. Куда же надеешься? Конечно, то вся российская экономика полностью завязана на нефть. Ну, это ничего нового, к сожалению. Да, действительно, есть, и это реагирует, в первую очередь, торговый баланс, платежный баланс. То есть, это приток нефтедолларов, да, который давит на, точнее, наоборот, давит на доллар, который поднимает рубль наверх, то есть, это все, все остается. Другой вопрос, что не стоит вот эту зависимость трактовать буквально и краткосрочно. Краткосрочно мы можем, например, если, ну, там вот, самый яркий такой пример, который приходит на ум, это 2008 год, когда, чтобы не сказать, по-моему, с... Слепительно яркий. С ноября, да. В какой момент исполнился, восьмой год? В самом начале, то есть, с самого начала 2008 года, да, то есть, цены на нефть летели, и в тот момент, когда нефть проходила где-то там в районе 130 долларов, это был хайп о российской нефтянке. Дальше нефтянку давили, а с этих пор нефть ходила на 147. То есть, фактически, 10% роста нефти российская нефтянка чуть-чуть заваливалась. Не летела вниз, но чуть-чуть заваливалась. Просто не успела. Да, просто не то, чтобы не успела, а вот, как бы, задним умом-то, конечно, все умные, но, тем не менее, да, как бы, скажу, ну, наверное, большие дядьки уже умные. Наверняка, да. На высокой нефти раздавали нефтянку, да, потому что непонятно было, куда нефть занесут, на 150 или на 200. Ну, я помню, все аналитики в один голос говорили, что... Это правда. В восьмом году, что 2500 будет минимум. Самый минимальный прогноз был 2500 по РТС. Я помню, у меня был знакомый, он как раз на срочном держал, и он активно шортил со 135 до 143, что ли. У него хватило денег, все, маржин колл, и там буквально еще 2 доллара, и все, и до 30. Представляешь? У него какие-то бешеные там бабки были. 37. Да, да, да. Со 147 на 37. Так, вопрос. У нас есть звонок, давайте послушаем. Сергей, добрый вечер, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот, собственно, хотел заметить, да, тут вот говорилось про сланцевую революцию, но, мне кажется, надо очень осторожно к этому относиться, потому что вся вот эта сланцевая революция противоречит законам физики. Что касается нефти, то нефть в долгосрочном тренде будет только дорожать, потому что она, во-первых, кончается, во-вторых, стоимость добычи растет, а, в-третьих, у западного мира эта нефть становится все меньше и меньше. Поэтому как бы обвалиться она может только спекулятивно на какой-то короткий срок. Чудес не бывает. Энергия равно экономике, по-другому никак. Ясно. Сереж, а если можно уточнить по поводу того, что сланцевая революция противоречит законам физики? Дело в том, что затрата энергии, во-первых. Во-вторых, проблема в том, что эти месторождения, они крайне быстро истощаются. И плюс еще важный момент. Чтобы вот этот газ куда-то отгрузить, его надо сделать сжижение. Сжижение – это 25% уже энергии тратится только на то, чтобы его превратить в дозущее состояние. То есть он не может, да, они местный рынок, вот сейчас, да, за счет кредитной накачки компаний, да, они местный рынок так или иначе могут заполнить. Но сделать именно сланцевую революцию, вот такую вот альтернативу, да, при текущих технологиях они не смогут. Это невозможно физически. Поэтому очень-очень аккуратно. И если почитать вот западных экспертов, там это уже начинают признавать, что как бы чудо не произошло. И, кстати, вот важный еще момент по поводу альтернативной энергетики. То же самое. Недавно был подсчет, что 20 тысяч ветрогенераторов, которые, попрошу заметить, надо обслуживать, на которые нужно тратить материалы и прочее, равны примерно 40 средним угольным электростанциям. То есть, ну, как бы, с точки зрения энергоэффективности, все это, пока оно датируемо, оно живет. Как только дотации нету, вот само по себе, вот в реальном мире, оно нормально жить не может. Поэтому тут к этому надо очень аккуратно относиться. Это ни в коем случае не панацея. Да, там, ветрогенератор может вам дома экономить затраты энергии, но именно как некая глобальная энергетическая сеть, это при текущих технологиях и ситуации это невозможно. Понятно. Ваня, что-то хотелось спросить? Да, конечно, в принципе, я с вами согласен, к этому нужно очень аккуратно относиться. Но речь идет о том, что, ну, там, на горизонте в 10 лет явно технологии улучшатся, сланцевый газ начнут нормально извлекать, относительно безопасным способом, и, ну, точно уж начнут нормально транспортировать и так далее. По крайней мере, то, что в Штатах сейчас происходит с газом сланцевым, то есть, вот, там рынок реально рухнул, стоимость газа сильно уменьшилась. То есть, ну, это явно произойдет везде. Единственное, что сейчас реально мешает, это две вещи. Наличие трубопроводов, и из-за этого политическая воля блокирует фактическое распространение СПГ. Сереж, спасибо вам за вопрос. Мы сейчас новости слушаем, а потом продолжим. Итак, друзья, последняя часть нашего эфира. Ну, в принципе, правильные были комментарии. Вся альтернативная электроэнергетика, она в моменте вот сейчас живет, либо за счет того, что люди хотят дышать свежим воздухом и жить в экологически чистом атмосфере, в окружающем мире, либо за счет дотаций. Потому что обслуживание ветрогенераторов вещь дорогая, затратная, сложная, инфраструктуры нету. С солнечными батареями немножко другая ситуация, но тоже там в целом не так много на Земле солнечных мест. И там, к сожалению, не так нужны электричества, как в более труднодоступных местах для Солнца. А со Сланцевой революцией надо быть аккуратным, но в целом мне это очень напоминает историю с углем в Австралии. То есть когда-то нефть не использовали для того, чтобы отапливать. И в Лондоне там все дома были черные, потому что копили углем. А вот потом газ пришел, и все стало более приятно и комфортно жить. Не такое черное все. Не такое черное, конечно. Это здорово. Так, ладно, дальше тогда. Давайте дальше продолжим разговор наш. Отвечаем на... А, ну, собственно, реплика Андрея еще я прочту вдогонку. Андрей пишет. Олег, а про сланцы давайте подождем пару лет, когда в Корее построят танкеры. И в Европу, в Европу. То есть он, в принципе, да, тоже оптимистично смотрит на сланцевую революцию. Ну, практически все на нее оптимистично смотрят. Ну, опять-таки, это не быстрое решение, и это не мгновенное избавление от всех проблем. И это точно не самый простой путь. Возможно, это будет как атомная электроэнергетика, когда экологические проблемы стали вот той костью в горле, которая помешала очень экономически эффективному производству, помешала развиваться полноценно. Особенно вот последние события в Японии, которые произошли. Это, конечно, сильно отбросило мировой рынок атомной электроэнергии назад. Так, друзья мои, давайте, время у нас еще есть. Давайте мы о валютном рынке поговорим. Мы давно, по-моему, эту тему с вами не обсуждали. Итак, я смотрю сейчас на Форекс. Вот есть у нас замечательный евро-доллар, и он в моменте торгуется по 1.3513. Сделал он 1.37 практически, да, можно говорить, на этой неделе. Ударился и начинает комфортироваться. Европейская экономика чуть не умерла. Да, 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 да. Ну, она, по крайней мере, так сразу какие-то конвульсии такие было видно. Тут все же плохо, конечно. 1.37, да, это, конечно, трагедия. Ну, ладно, и тем не менее, вот сейчас мы видим 1.35. Ну, можно назвать это коррекцией, некоррекцией. Ну, пока восходящий тренд. Микрокоррекция. Он не сломлен, да. И что ждать дальше-то? Вань, давай. Я не очень хорошо смотрю на европейскую экономику в целом. Это не самая эффективная экономика. Большие проблемы структурные с безработицей. Гигантские долги у государств. Катаклизмов никаких не ожидаю. Распад еврозоны, в смысле полный распад окончательно точно не произойдет. Но, опять-таки, эта тема сейчас на уровне пиара замусолена. И уже сейчас рыночные игроки атрофировали свои чувства к постоянным страхам. Совершенно... Нет, я бы так же сказал. Вот эта вот история, она атрофировала чувства игроков. Точно. Правильно, да? Да. Потому что они же были чувства. Любой спекулянт-инвестор, он же как ребенок. Он настолько эмоционально реагирует. Где-то что-то там... Ой, заплакал. Ой, я обрадовался. А эти издеваются, который год уже просто, знаешь, над нами. В таких конвульсах, что никак не умрут. Да, да. Ну, значит, так можно. Естественно, он уже зарубцевал еще него, и он уже смотрит. Да, и ладно. Но это не значит, что в европейской экономике нет проблем, и это не значит, что не будет вот этих громогласных новостей. То есть периодически возникают какие-то темы горящие, которые все начинают раскачивать. То это была Испания, то это была Португалия, то это был Дубай. Помните, что Дубай был? Сейчас уже никто не вспомнит об этом Дубай, да? То есть ушла тема с экранов Блумберга, Мониторов и так далее, да? Греция тоже вроде громогласно звучала. Сейчас уже вроде... Уже дверь там они, да? Теперь Кипр. Ну, от того, что мы перечисляем, никуда не уходят эти проблемы. То есть списание этих долгов тоже, оно не может раствориться. Кому-то придется оплачивать эти все долги. То есть это будут либо глобальные инвесторы, либо это будут внутренние все инвесторы, которые в результате все равно заплатят чем-то другим. Либо своими рабочими местами, либо налогами, либо еще чем-то. И, кстати, да вот, да, и даже из Франции побежали уже налогоплательщики. Некоторые. Вот свидетельство того, что кому-то придется платить. Совершенно верно. Ну, исходя из всего этого, что ты по поводу евро-доллара-то можешь сказать? Да, я... 1,35 это, конечно, слишком высокий, слишком дорогой евро. Будут опускать, ну, очевидно, надо жить сейчас. Если на короткий период. Саша, давай. Ну, я, собственно, вот где-то, наверное, в декабре или в ноябре еще говорил, что из евро и доллара я выбираю рубль. Забавно. Да, и на самом деле... Франк тогда же. Долгосрочно, я имею в виду, там, год-полтора и так далее, там, по тому макросценарию, который... Сторонником которого я пока еще являюсь. Действительно, из валют развитых стран я бы убегал потихонечку. Вот, с той точки зрения, что, действительно, если начнется рост ставок, да, то будет исход из облигаций этих стран. Вот, и вполне возможно, что будет, что может быть, такое, скажем, не стагфляция, да, а, скорее, стагнация. То есть, очень небольшой, небольшие темпы экономического роста в развитых странах, близкие к нулю, при этом еще и разгон инфляции. Да, ну, разгон инфляции, там, три для них это уже более-менее много, да, но, там, скажем так, в экстремумах они могут подходить и к двузначным значениям совершенно легко. Вот, и, как вот Иван говорил относительно того, что кто-то за это заплатит, то одним, то вторым, или одним, или вторым, или третьим, а может быть, и инфляцией заплатят. То есть, опять же, если ты занимаешь один доллар, и потом у тебя инфляция 50%, то ты должен 50 центов, если в товарном эквиваленте. Вот, собственно, такие вот пузырики, они сдуваются в том числе инфляцией. Это, конечно, долго, это, конечно, не сразу так, что от дефолта вы попали, вот я ничего никому не должен. Ну, реструктуризация и так далее. Инфляция все-таки это немножечко сдувается, да, и все-таки я продолжаю быть сторонником именно инфляционного сценария, вот, при котором, значит, не инфляционного сценария, причем при очень близких к нулевым темпам рост. Вот, это никак, кстати, не меняет модель спрос-предложения, например, на нефть, если что касается нас, типа, экономика не будет расти, нам совсем каранты, а вот нет. При нулевом росте экономики темпы роста спроса на, скажем так, на энергоносители, может, могут быть только маленькие, тоже, точнее, маленькие, но, еще раз, что катастрофического падения спроса пока на горизонте нет. Вот, поэтому с точки зрения перераспределения, то есть от инфляции бежать. Ну, ты за инфляционный сценарий, да, выступаешь, и ты... Да, от инфляции бежать, это однозначно товары, золото. Вот, вот. Плюс товарные... Надо выходить, я все же... Товарные рынки, товарные рынки. Хочу тебе... Не могу никак... Ну, не только товарные рынки, эквити-рынки тоже. То есть акции. Это отлично. Ну, то есть инфляция вот в моменте устроит, мне кажется, всех, кроме бандодержателей. Потому что, ну, из банды все побегут, побегут куда? Либо в товарные рынки, либо в товарные рынки с бетой. Товарные рынки с бетой, это наша российская экономика в целом. И акции в частности. Только другой вопрос, что сейчас очень сложно сказать, когда это может начаться. То есть как обычно... Ну, рано или поздно, мне кажется, это произойдет. Да. Рынки всегда работают на опережение в любом случае, да. И я думаю, что... Ну, смотрите, может, стоит еще упомянуть здесь, что вот у нас опять новый виток валютных войн начался. А валютные войны, я бы их называл скорее... Войнушки. Войнушки. Ну, да. Это развесерьезные войны. Войнушки. Ну, я имею в виду, что не просто валютная война, а войны девальваций. Да. Вот их в 2008-2009 году был этот термин, сейчас он ушел. Это именно борьба за снижение своей валюты. Вот. Чисто теоретически снизить свою валюту, Центробанки могут просто ее напечатать. Это понятно, да. Вот они делают, кому-то это хорошо удается, вот. Кому-то, типа, Европе плохо, но у Европы немножко другие приоритеты. Там все-таки стабильность, инфляционная стабильность. Вот. В первую голову, да. А в Японии, в Японии была бы инфляция, они там таргет два себе поставили, хотя там одним не пахнет. Они молятся как жрецы на дождь. Это правда. Молились, да. Вот. Поэтому я не вижу особого счастья, по крайней мере, на первых парах в валютах развитых стран. Вот. Краткосрочно не могу прогнозировать валюты, это категорически не могу. То есть, вот, вообще. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки глобальный тренд на выход из доллара, он будет. Другой вопрос, еще раз говорю, сложно сказать, когда это начнется. То есть, рынок, вот, да, мысль потерял. Рынок работает на опережении. И, в принципе, этот тренд может начаться тогда, когда рынки поймут, или там с высокой долей вероятности будет понятно, что цикл дешевых денег скоро закончится. Не то, что закончился, а скоро закончится. Как только начнутся регулярные, ну, как вариант, регулярные комментарии, например, со стороны Федрезерва, что наши там опасения относительно экономики, относительно роста экономики или безработицы, например, снижаются, или что, как это, деньги будут дешевыми уже не в долгосрочной перспективе, а в обозримом будущем и так далее. Это будут намеки на то, что Федрезерв понимает, что экономика более-менее стабилизировалась, что рынок труда позволяет экономике, скажем так, не падать, а медленно расти, и запахло ростом инфляции, кредит-мультипликатор заработал. Как он заработает? Понятно, они инфляцию пропустят вперед. Они будут работать с запозданием, дабы не убить экономику, но ставки повышать будут. Скорее всего, это начнется в 2014 году, не верю, что так быстро вот в этом году, но тренд может быть и пораньше. Но они там аж до конца 2015-го пошли. Ну, до конца 2015-го, в 2015-м году Бернанке по расписанию вообще на этом месте уже быть не должно, но, поэтому кто там будет отвечать за слова Бернанки в 2015-м году, тоже не понятно. Из костей тех нарисов, которые ставили против ставок, ставили на повышение ставок, уже можно ни один дом построить, ни одну экономику в мире. И два года назад уже эти разговоры шли о том, что рано или поздно это случится, и год назад рано или поздно это случится, а все не случается и не случается. Да, все это разговоры не заканчиваются. Да, но, конечно же, рано или поздно произойдет. Сейчас на это ставку делать, наверное, рано. Предпочитаю все-таки работать по факту. Пусть зайдешь не на минимуме, а в начале тренда. Ну, в любом случае, спасибо, 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 Саша. Жизнь продолжается. Друзья мои, я заканчиваю. В гостях Иван Кабулаев, Александр Лапутин. Мы говорили сегодня о том, что происходит на финансовых площадках. В общем, оптимизм, и жизнь продолжается. Спасибо за внимание. Успехов на рынках, до свидания.